На фронт Вениамин Лезин попал в далеком 43-м. Тогда юноша вошел в состав передового отряда 95-й танковой бригады, вместе с которой впоследствии успешно выполнил несколько боевых задач. На понтоне форсировал Днепр, севернее поселка Лоев Гомельской области, и отбил у противника два важных населенных пункта. Это позволило расширить плацдарм советской армии и продолжать наступление. За мужество и героизм лейтенанту Вениамину Лезину в 1944 году присвоили звание Героя Советского Союза. В Самаре о подвиге земляка помнят, не забудет его и нынешнее поколение молодежи. Один из новых мемориалов города посвятили защитнику. Открытие прошло в 68-й школе города. Очень горжусь, что на территории нашей школы будет память о этом герое. Почитаю, узнаю побольше и считаю, что это правильно, что мы развиваемся и как раз таки помню всегда о наших героях. В торжественной церемонии открытия мемориала приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, начальник управления Федеральной службы безопасности России по Самарской области Андрей Акулинин, главный федеральный инспектор по региону аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Феоктистов. События, в которых он участвовал в сражениях, в которых он участвовал, происходили в октябре 43-го года. Ему было чуть больше, чем вам 20 лет. И очень примечательно, что мемориальную доску мы открываем в столетний юбилей нашего героя, который исполнился в апреле этого года. Открытие мемориала приурочили к 105-летию образования регионального управления Федеральной службы безопасности. Уже после войны Вениамин Лезин долгое время работал сотрудником органов спецведомства. Новый мемориальный комплекс, посвященный Вениамину Лезину, стал третьим в Самаре. Один из похожих располагается на доме, где проживал герой Советского Союза. Еще один на территории управления ФСБ России по Самарской области. Михаил Ермоленко, Николай Пифанов. События.